1 апреля стартовал дачный сезон. Но председатели садовых и дачных кооперативов должны заниматься не только огородными работами, но и грамотно и эффективно управлять своими объединениями. Помогают в этом регулярные семинары районного союза СНТ, на которых все изменения в нормативно-правовой базе комментируют и разъясняют специалисты. Очередной состоялся 20 апреля. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, который также является председателем Общественного совета при Росреестре Московской области, сообщил, что в регионе создается Центр оказания помощи садоводам. Подобной структуры, которая помогала бы конкретным СНТ решать их индивидуальные вопросы, раньше не было. Начнут реализацию проекта с нашего округа. В определенные дни будут приезжать сюда представители Росрегистра, ВТИ, представители организаций, которые обеспечивают электроэнергией, газ и так далее. Вот по нашему, так сказать, запросу, какие есть у нас проблемы, ввести прием. Вот такое решение проекта, я думаю, что начнем его реализовывать. И пилотный проект здесь у нас в городском городе Щелково. В работе семинара принял участие заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. Он рассказал о результатах работы, созданной год назад, рабочей группы при зампреде правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, которая рассматривает проблемы деятельности СНТ и ДНТ по серьезности и масштабам, вышедшие на федеральный уровень. В частности, это оформление брошенных участков, тарифы на энергоресурсы, регистрация прав на земли общего пользования СНТ, внедрение электронного голосования при решении ключевых вопросов, дачных кооперативов в избежании мошенничества. Рабочая группа дает поручения органам госвласти по оказанию помощи садоводам, которые, например, давно уже просят, чтобы региональные операторы вывозили мусор по фактическому накоплению, и, похоже, их услышали. Еще один очень серьезный, важный момент услышали, наверное, в опре всей Российской Федерации, это все-таки по вывозу мусора по фактическому его накоплению. В недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о включении СНТ, в программу социальной газификации. Садоводы вдохновились, работа началась, но охватить сразу всех не получится. Только в подмосковном регионе больше 10 тысяч СНТ и 2,5 миллиона земельных участков. Предполагается, что бесплатная социальная газификация дойдет до каждого земельного участка. До границ земельного участка вам поставят такой желтенький гусак, значит, как он выглядит. Вот, ну, только на тех земельных участках СНТ, которые расположены в границах населенных пунктов. Пока, к сожалению, так. Да, первый этап. В городском округе Щелково из 500 СНТ в границах населенных пунктов находятся только 138. Но и там бесплатный газ придет не ко всем. Дома должны быть оформлены как жилые, а для этого соответствовать определенным нормативам. У нас есть муниципальная услуга, по которой вы можете перевести этот сам садовый дом в жилую. Что там предполагается? Это бесплатная, кстати. Но за исключением того момента, что туда нужно подгрузить еще и экспертизу, которая скажет, соответствует ли ваш дом, может ли он быть признан в жилую. Участники семинара районного союза СНТ ответили на вопросы председателей и пожелали им в новом сезоне хорошего урожая. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.